Итак, мы ведем прямой репортаж с полей серебристого бульвара. Представьтесь, пожалуйста. Гнеды Максим, команда Кожаный Мяч. О, Кожаный Мяч, превосходная команда, слышал про такое? Да. Ну что ж, расскажите, Максим, что сегодня не получилось у вас? Почему такой результат? Борис, сегодня была чудесная игра. Мы старались как могли. Ну, честно говоря, по кайфу катали, по кайфу играли, по кайфу забивали, но и накосячили. Если бы не наши глупые ошибки, мы не будем указывать личности. Зачем называть шварцаря? И думаю, мы могли как минимум добиться ничьи, как минимум. Но играли достойно, на равных, если можно так сказать. Борис, как думаете? Я полностью согласен, смотрел эту игру с первых рядов, болел за вас очень сильно. Я считаю, что не хватило немножечко, как будто бы характера у основного голкипера команды. Да, Дмитрий, Дима, Дима. Скажите, пожалуйста, Максим, ваша команда, выходя на этот сезон, рассчитывала занимать первую строчку. Сейчас пока плетется где-то в конце таблицы, на пятом-шестом месте, с учетом того, что команды перед ней еще вообще ни одного матча не сыграли. Что не так пошло? Расскажите, пожалуйста. Мы говорили, что мы будем занять первую строчку, но мы же не говорили первую откуда. Все, я полностью согласен. Скажите, следующий матч у вас будет против какой-то из еще команд, которые всех побеждают. Вот играют довольно хорошо. Что-то будет сделано уже в матчах, наконец-таки. Вы проведете работу над ошибками? Матч первый с Монтаной был чудесный. Первый. Вы выиграли. Потом поражение 17-3. Поражение от Сильвин Горпастум 6-4. Классный матч. Сильвин Горпастум привет и респект. Потом поражение от Силы Воли 6-1. И сейчас равная игра с первым местом. То есть работа над ошибками уже проведена, верно? Все верно будет. Вы верно подметили, что с первым местом мы играли на равных. Держали игру. Мне кажется, в какие-то моменты мы задавали тон этой игры. Мне кажется, они просто отскочили. Следующий матч, кто там, Инферно или кто-то. До свидания. Берите это, пожалуйста.